Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего нашего занятия – химическая промышленность. Химическая промышленность имеет достаточно сложный отраслевой состав. В нее входит горно-химическая промышленность – это добыча собственного химического сырья, основная химия – производство кислот, щелочей, красителей, минеральных удобрений, химия органического синтеза, производство синтетических волокон, пластмасс, искусственного паучука и высшие этажи химии – парфюмерия, фармацевтика, биоиндустрия. Рассмотрим географию каждой из этих отраслей. Горно-химическая промышленность – добыча собственного химического сырья. К собственному химическому сырью относятся апатиты, фосфориты, калийные соли – все это сырье для производства минеральных удобрений. Познакомимся с географией горно-химической промышленности. Апатиты добывают на Кольском полуострове, фосфориты добывают в Ленинградской области и Московской области. Калийные соли добывают в Пермском крае, на Урале. В конспекте, который нужно будет вам закончить, вам нужно будет сделать первую таблицу по горно-химической промышленности. Вам нужно будет, используя карты Атласа, ставить регионы, где ведется добыча апатитов, фосфоритов, калийных солей, поваренной соли. Основная химия – производство минеральных удобрений. Не только производство минеральных удобрений входит в состав основной химии, но мы остановимся на производстве минеральных удобрений. Для производства минеральных удобрений используется очень широкий спектр сырья. Это собственное химическое сырье апатита, фосфорита, калийные соли, это отходы коксования коксовый газ, это каменный уголь и природный газ. Соответственно, отсюда и факторы размещения в производстве минеральных удобрений. Если используют собственное химическое сырье, то в районах добычи апатитов, фосфоритов, калийных солей, если используют отходы коксования коксовый газ в центрах черной металлургии, если используют каменный уголь в районах добычи каменного угля, если используют природный газ по линиям газопроводов в районах развитого земледелия, так как труба, газопровод может дойти к любому потребителю. География. Производство минеральных удобрений. На Кольском полуострове минеральные удобрения не производятся, хотя здесь есть апатиты, богатое месторождение, потому что здесь нет потребителя развитого земледелия, района развитого земледелия. Поэтому апатиты вывозятся отсюда в центральные районы. Производство азотных удобрений. Есть в Ленинградской области с использованием фосфорита. В Московской области, Воскресенск с использованием фосфорита. В Пермском крае, Соликамск, Березники на базе добычи калийных солей. Теперь в центрах черной металлургии. Череповец, Липецк, Нижний Тагил. На базе использования каменного угля. Вот здесь в Кузбассе, Новокузенецк. В Ангарске, на базе использования каменного месторождения иркутского каменных углей. Ну и примером производства минеральных удобрений, использующих как сырье природный газ, является Невинномыск. Вот сюда подходит трубопровод, газопровод. И в районе развитого земледелия, Ставропольский край, вот центр производства минеральных удобрений. Вторая таблица, которую вам нужно будет сделать в комплекте. Производство минеральных удобрений. Представлено сырье, представлены центры, указана страница в адресе. Вам нужно будет только определить факторы их размещения. Все факторы будут даны после таблицы. Их можно будет просто скопировать и внести в таблицу. Причем я сгруппировала центры так, что на каждую строчку пойдет только какой-то один фактор. Химия органического синтеза. Это производство синтетических волокон, пластмасс, искусственного каучука. Сырьем для химия органического синтеза является природное топливо. В первую очередь нефть и газ. Итак, сырьем являются нефтепродукты. Поэтому центры химия органического синтеза обычно располагаются у нефтеперерабатывающих заводов, НПЗ. И сырьем является природный газ. Поэтому центры размещены по линиям газопровода. География химия органического синтеза. Это город Кириши. Кириш оргсинтез. Потому что здесь находится Киришский нефтепрерабатывающий завод. В Санкт-Петербурге очень много предприятий химия органического синтеза. Потому что нефтепродукты из Кириши поступают по продуктопроводу в Санкт-Петербург. Это Ярославль, который расположен у нефтепрерабатывающего завода. Рязань. В городе есть нефтепрерабатывающий завод. Нижний Новгород. Кстола. Нефтепрерабатывающий завод. И предприятие химия органического синтеза. Омск. Рядом с нефтепрерабатывающим заводом. Хочу обратить ваше внимание, что это только такие наиболее ярчащие примеры предприятий химия органического синтеза. Их намного больше. Но все они расположены в главной зоне расселения. В центральной южной части Европейской части России. И на юге Западной Сибири. Третья таблица, которую вам нужно будет заполнить. Это по размещению центров химия органического синтеза. Вот данные два центра. Написано, что они производят. Нужно будет назвать факторы размещения. Напомню, что факторы размещения будут точно так же, а применены у вас в конспекте. Следующий вид работы – это практическая работа. Она будет представлена в отдельном файле. Значит, названо производство химической продукции. Азотное удобрение, минеральное удобрение, синтетический каучук. Названы центры. Вам нужно будет, используя конспект, написать факторы формирования, размещения вот этих центров химической промышленности. Желаю удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...